Приветствую вас, друзья! Сегодня хочу рассказать о месте, которое будет интересно всем любителям активного, и не только, образа жизни. Речь пойдет о главном катке России, такое негласное имя получил каток на ВДНХ. Вообще, идея покататься на самом большом в стране катке у нас в семье озвучивалась каждый год, начиная с его открытия в 2014 году. Кстати, самый большой он не только в России. А в эти новогодние каникулы даже была предпринята попытка реализовать задуманное. Мы всей толпой, с друзьями, что приехали к нам на Новый год, 2 января вечером отправились на покатушки. Не знаю, честно говоря, что у нас в тот момент было в голове, в смысле, на что мы надеялись, отправившись туда в самое популярное время. Разумеется, ничего из этого не вышло, нам только удалось сфотографироваться на фоне популярных локаций. Однако, была получена ценная информация о том, что билеты на каток можно приобрести только на официальном сайте. Кстати, вот, держите ссылку. И учтите, что сейчас полно сайтов-двойников, которые пытаются развести на это дело тех, кто не особо внимательны. В общем, только сейчас у нас, наконец, выдались свободные выходные, и мы решили таки отправиться с девчонками на каток. Правда, пришлось пожертвовать тренировкой в спортзале, но ничего, постараемся хоть как-то компенсировать это дело кардионагрузкой. Как можно заметить, на первую половину дня билеты дешевле, а с 15.00 до 17.00 каток закрывается на технический перерыв, для того, чтобы сотрудники могли привести лед в порядок. А так, вообще, в первой половине дня, в будни, билет стоит 350 рублей для взрослых и 150 для детей. После 17.00 – 500 и 250 соответственно. Выходные чуть подороже. Но есть еще семейный билет выходного дня, правда, нам он не подходил. Что порадовало, при оплате карты МИР предоставляется приличная скидка – 20%. Таким образом, два взрослых и два детских билета обошлись нам в 1360. Помня о том, как мы в новогодние праздники так и не нашли себе свободное парковочное место, в этот раз едем заранее, с запасом. Но проблем сегодня с этим вопросом не возникло. Машину оставляем на ближайшей платной стоянке. И далее отправляемся на каток. Тут стоит пояснить, что прогулка по ВДНХ – это мероприятие уже само по себе. Нужно будет как-нибудь отвезти на это дело отдельные выходные поближе к лету. А сейчас немного расскажу из истории катка. Вообще, идея организовать тот каток родилась не на пустом месте. Точнее сказать, начиная с 1954 года здесь и был каток, только он был натуральный. И 28 ноября 2014, на радость любителей этого зимнего развлечения, на его месте и был организован искусственный каток. Благодаря своей огромной площади и развитой инфраструктуре, он получил звание самого большого катка страны с искусственным льдом. Как вы помните, в билете указан таймслот, в который нужно попасть. Для этого дается получасовое окно. И еще на этапе покупки билетов вы заметите, что здесь несколько павильонов. Для тех, кто со своими коньками, оптимальный, возможно, будет экспресс-павильон. Правда, он не крытый. Поэтому Наташа посчитала, что нам удобнее будет закрытая зона для переодевания, и мы выбрали первый павильон. Там, кстати, имеется и прокат коньков, так же, как и во втором павильон. Без проблем проходим турникет и досмотр. Для удобства гостей тут оборудованы просторные зоны для переодевания и пункты проката коньков. Но у нас свой набор обмундирования, так что после того, как переобулись, выходим на лед. Что очень порадовало, здесь имеются камеры хранения. Просто огромный респект организаторам, не часто такое встретишь. Все, давайте, наконец, оценим качество льда. Мы, конечно, те еще мастера фигурного катания, но по нам лед так просто идеален. Я такого удовольствия давно не получал. Лед ровный, без сколов, трещин и неровностей. После часа катания у меня даже отсутствовало привычное гудение в ногах, которое обычно появлялось, когда катаешься по некачественному льду. Несмотря на то, что на улице сегодня небольшой плюс, благодаря системам охождения лед очень плотный. Народу прилично, но, честно говоря, даже не знаю, сколько реально может вместить каток. Знаю лишь, что однажды за день его посетило более 24 тысяч человек. Но никто никому не мешает, все культурно и прилично. Практически на всем протяжении катка предусмотрены зоны отдыха, что также очень здорово. И играет приятная музыка. Кстати, опять же, традиция музыкального сопровождения не нова. Еще в советское время рядом с катком был устроен зимний городок, где проходили шуточные состязания и цирковые концерты. На эстраде выступали танцевальные, хоровые и фольклорные самодеятельные коллективы Москвы, Подмосковья, а также гости из союзных республик. Непосредственно вокруг фонтана Дружбы народов организована отдельная зона для катания, и чтобы попасть на нее, нужно преодолеть вот такой переход. Кроме того, имеется и детский каток для тех, кто еще только пробует выйти на лед. В общем, всем все понравилось. Цены в кафе разве что не самые дружелюбные, хотя наивно было бы ожидать иного, находясь в одном из самых популярных мест столицы. Кстати, проход на каток со своими напитками вообще запрещен, но, если честно, нас никто не досматривал, так что, возможно, и прокатило бы. В общем, термос с чаем был бы здесь не лишним. А так, тут можно найти различные варианты, чем закусить. Пончики, пирожки, чебуреки, ну и так далее. Благо, фудкорты расположены вдоль всего катка. Возможно, нам повезло с погодой, но сегодня все было супер. Вот честно, я терпеть не могу зиму, особенно вспоминаю об этом, когда по утрам приходится откапывать машину из сугроба. Но в такие моменты, как сейчас, прям понимаешь, что зима – это здорово. Одним словом, друзья, пока еще погода позволяет, берите ноги в руки, ну, точнее, коньки в руки и вперед на каток. А я с вами прощаюсь, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok